Лечение рецессии хирургического в зависимости от того, какой из этих показателей будет превалировать или доминировать в данной клинической ситуации. Ширина кератинизированной десны 3 мм и более. Ширина кератинизированной десны латеральнее рецессии. Есть или нет. Мы ее наличие или отсутствие фиксируем. Образие твердой ткани присутствует-отсутствует. И толщина кератинизированной десны. Мы здесь рассматриваем все, что до тонкого биотипа и больше тонкого. Потому что это самое для нас терминальное значение. Все там, где менее 1 мм имеет особенности. Это везде используются двусловные методы лечения. Например, да? Это просто алгоритм выбора для вас в помощь доктора. Иногда даже кто-то, кто начинает пользоваться только какими-то техниками мокогенгивальными, просто может иметь эту таблицу у себя на рабочем столе где-нибудь в ящике, чтобы если у вас возникает вопрос, вы не знаете, какой метод в данном случае применить, иногда стоит на нее посмотреть, свежий взгляд и подумать. Может быть, наведет это вас на какое-то более правильное решение. Ну, а теперь мы все-таки приближаемся к корональному смещению, устранению одиночных рецессий методом коронального смещения. Старое его название, предложенное Лангер и Лангер, коронально-опекальное смещение. Слово опекальное как-то утратилось и осталось только корональное. Мы его теперь так и все называем. Предложено оно было в 1972 году двумя парадонтологами, Лангер и Лангер. И по сей день оно, в общем-то, базово никак и не изменилось. Есть какие-то там небольшие модификации его, но по сути оно является базовым для вмешательства не только на зубах, но и на имплантатах. Показания к корональному смещению при устранении одиночных рецессий в области зубов. Это первый класс по Миллеру, однослойная методика рецессии в области одного или двух зубов. Второй класс по Миллеру, двуслойная методика с учетом ширины кератинизированной десны. На что влияет ширина кератинизированной десны? Если ее нет совсем, тогда у нас выбор метод. Мы к таблице еще раз просто обратимся. Будет точно с применением свободного десневого трансплантата. Если какой-то незначительный все равно объем ширины кератинизированной десны сохраняется, где-то там в латеральных поверхностях, можно говорить о выборе какого-то другого пластического материала. Третий класс по Миллеру, это двуслойная всегда методика и только с применением свободного десневого трансплантата. Поскольку там уже происходит и утрата сосочкой, нарушается питание, и там выживаемость пластического материала, кроме как аутологичного, снижается. Очень рискованно что-то другое использовать. Еще раз. Теперь она предстала немножко в другом свете. Почему? Она из такой бесцветной стала цветной. И некоторые цвета ярче или темнее. Мы сделали это для того, чтобы было понятно, что по сути мы говорим о трех системных методах. Все модификации, их потом, да, как вот оттенок, они просто будут отличаться друг от друга. Но три принципиальных метода, которые будут просто отличать эту работу. Оранжевый, желтый, голубой и зеленый. Зеленый и голубой – это корональное смещение, желтый – терапилатеральное, оранжевый – это двухэтапный метод. Противопоказания для коронального смещения – это четвертый класс по миллеру. Но это вполне объяснимо, потому что невозможно создать зоны прикрепления хирургического сосочка с анатомическим. Противопоказания для коронального смещения – это четвертый класс по миллеру. Также наличие тяжей и уздейчик. Но достаточно условное на сегодняшний момент, когда мы уже начали оперировать слизистые тяжи. Закрытым доступом, во время сразу самого вмешательства коронального смещения. Уже такие возможности понимания появились. Не создаем несколько операционных зон и несколько операций не проводим. И щелевидные дефекты выше слизистой десневого соединения являются тоже противопоказанием. Глубокие-глубокие рецессии. Они так и называются, они описаны все в литературе, как щелевидные дефекты. Для них будет выбор метода совершенно другой. У нас ширина прикрепленной или геротинизированной десней в данной клинической ситуации 4 мм. Такие благоприятные очень условия, несмотря на то, что рецессия достаточно глубокая. С чего начинается работа в области рецессии, когда вы приступаете к какому-то конкретному уже вмешательству. Именно при корональном смещении вы измеряете еще раз градуированным зондом глубину рецессии. Вот таким вот образом. Откладываете ее от вершины межзубного сосочка. Опекально. С двух сторон. Таким образом. Обратите внимание, у вас эти все значения описаны наверху в раздаточном материале. Вы формируете высоту хирургического сосочка, где он будет всегда равен глубине рецессии. Это самое главное измерение, которое вы проводите перед началом решательства, после выполнения анестезии. От точки высоты хирургического сосочка, которое вы измерили и равна глубине рецессии, вы начинаете выполнять разрез наискосок, на две трети ширины сосочка. И уходя вертикально вверх трапеции. Все парадонтологические лоскуты всегда стремятся к трапеции, для того, чтобы расширить зону кровоснабжения от, собственно, слизистой, от находящихся в переходной складке сосудов. И начинаете дальше выполнять обоюдоострым или С-15 скальпелем разрез по свободной десне в области самой рецессии. Теперь очень важный момент. Вся зона опекальни и рецессии, препарируемая вам на слизистом кастичном лоскуте, вот здесь вот. Все, где ширина прикрепленная десна, лоскут будет полнослойный. Во всех остальных участках вы стремитесь к тому, чтобы эта зона была расщепленным лоскутом. Не всегда это удается при очень тонком биотипе. Вот здесь приходится в области хирургических и анатомических сосочков формировать тоже полнослойный лоскут. Но при более-менее нормальном биотипе и более толстом, вот здесь у вас есть всегда возможность сделать расщепленный лоскут. Доходя до мукогенгивальной границы, лоскут становится полностью расщепленным. Таким образом вы мобилизуете средственную кастичную лоскут для коронального перемещения. Нужно спросить, а вот трапециевидные эти разрезы сколько длина, которые уходят за мукогенгивальную, вертикальную? На самом деле вы клинически должны посмотреть, вы же, ну, например, не до губы будете делать. То есть это зависит от преддверия полости. На самом деле, как только сделаете вы расщепление, вам будет, и вы поймете, что вам достаточно этих вертикальных. Но они выше на 3,5 мм точно будут. Потому что у вас глубина рецессии 3,5 мм. Если у вас глубина рецессии будет 5, я вам советую всегда, значит, отступить здесь 5 мм. Вот это вот, она не точная глубина, но по практике, по опыту, то, насколько вы перемещаете, должно быть выше разреза мукогенгивальной границы. Это просто очень логично. Конечно, то, что вы же, ну, как вот выкройка, да, вы ее переместили. Если у вас здесь плюс, там у вас минус. Соответственно, на этот минус вы должны разрезать. Ну, если у вас очень мелкое преддверие, то, наверное, там уже вы можете повредить и какие-то слюные железы, да, более аккуратно надо посмотреть. Насколько вам хватает мобильности слизистой энкосичной лоскута, настолько достаточно будет сделать вертикального тропециевидного разреза. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю сколько знаю, ну, наверное, 25, да, наверное, примерно так. Вот, и могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да, что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше. Я так понимаю, что у нее сегодня болевое крещение, да? Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепно, подача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне и Алексею Николаевичу. Мастер-класс прошел замечательно. Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам. Приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне.